Катастрофы и победы Великих Открытий и Глупости Обнаружим удивительные скрытые связи между вещами Этот ролик мы сделали так, чтобы вы могли не просто что-то узнать Но и погрузиться в атмосферу событий и пережить их События, которые изменили навсегда науку, технологии и, судя по всему, нашу цивилизацию Приятного просмотра Нью-Йорк, май 1937 года Страну уже который год лихорадит Великой Депрессией Усталых, но неизменно суетливых прохожих Заставляет обо всем забыть затмивший солнце величественный гигант Дирижабль со свастикой на борту Бесшумно вплывает в небо над городом Шумные улицы не позволяют земли расслышать его моторы Он производит именно то впечатление Какое от него ждут хозяева Вожди Третьего Рейха Восторг и уважение Это самое большое на тот момент воздушное судно в истории Вниз на беспокойный город из окон ресторана на борту смотрят богатые европейцы Каждый их билет стоит как машина Но они не знают, что части их элитного корабля сделаны из обломков другого дирижабля Уничтоженного страшным пожаром Цепелин держит курс на стоянку Это швартовочная башня посреди поля Там десятки репортеров ждут посадки Заскучавший оператор не успевает сразу навести камеру Все случается неожиданно и слишком быстро Огонь мгновенно сжирает оболочку изнутри Внешняя сторона поддается не сразу Только это задерживает корабль в воздухе и дает полминуты шанса на спасение Люди прыгают из окон и бегут Этот человек, кажется, выпрыгивает из подогненных обломков Все произошло из-за одной искры Огромная оболочка была наполнена водородом Легким горючим газом Но почему надо было делать самое большое воздушное судно Фактически самой большой летающей бомбой? Потому что водород победил в самой первой космической гонке Которая началась случайно за полтора века до этого Из-за одного геолога, который хотел подзаработать на скучающих парижанах Париж, июнь 1783 года Америка еще воюет за независимость Моцарту нет и 30, и он музыкальные сенсации А в России Екатерина II отбивает Крым у Турции Центр притяжения в Европе в это время Париж Предприимчивый геолог Бартелеми де Сен-Фон Фожас Узнает, что где-то в провинции на днях Двое братьев-богачей сделали невероятное Запустили в полет некий аппарат Париж сойдет с ума, если устроить то же самое здесь Ведь это времена, когда ничто не летает Кроме птиц, ангелов с чертями и пушечных ядер Будет историческое шоу, но есть загвоздка Ни Фожас, никто другой не знает, чем и как Те провинциальные братья-богачи наполняют оболочку своего шара И решает Ладно, сделаем анонс, а там что-нибудь придумаем И слух о предстоящем полете расходится как пожар Фожас мчится к известному столичному ученому Жаку Александру Сезару Шарлю И тот, недолго думая, решает, конечно же, что Секрет братьев-самоучек в горючем воздухе Вокруг которого столько дебатов среди ученых в последние годы Так называли водород Но слово водород тогда еще не придумали, потому что не догадывались, что водород Это не разновидность воздуха, а самостоятельный химический элемент Хотя получать его уже тогда научились, но жалкие кубические сантиметры А для шара нужны кубические метры И Шарль пытается сделать невозможное Бедняга даже не догадывается, что братья Монгольфье, авторы того самого сельского шара Наполняли его самым дешевым, что можно было только придумать Горячим дымом отжигаемой соломы и шерсти Дешево и сердитое, хотя шар пришлось сделать огромным Чтобы он не просто болтался, а хотя бы начинал тянуть вверх Это были Илоны Маски и Джеффа Безоса 18 века Не ученые или инженеры, а бизнесмены Братья заработали состояние и связи в высшем свете, производя бумагу Дорогой по тем временам товар И теперь рвались повыше А ученый Шарль в погоне за тенью придумывает и собирает генератор водорода Это бочка, внутри нее ящики из свинца, а в них доверху железная стружка Ее нужно залить купоросным маслом, которое сегодня больше известно как серная кислота Реакция приводит к выделению водорода И на заправку трехметрового в диаметре шара уходит несколько дней тяжелой работы Полтонны железа и почти три центнера кислоты Безумно дорого, долго и трудно Так началась шаромания и первая космическая гонка Только один кто-то мог снискать славу первопроходца, любовь публики и благоволение монарха И вот день запуска шара на водороде Ненастная погода, шар какой-то неказистый, небольшой, всего три с половиной метра Издалека тяжело разглядеть, а то и вовсе невозможно А посмотреть пришли пятьдесят тысяч человек Едва помощники отпускают веревки, как шар взмывает в небо и ветром его уносит в дождливую муть Ну разве это зрелище? Вы даже не представляете какое? Парижские газеты трубят о рождении воздушной империи Поэты воспевают силу французского ума и духа, возносящих человека над землей Ведь каждый из нас вот-вот сможет долететь до луны, до звезд, кто знает На улицах начинают продавать сувениры, большие и малые, накачанные водородом шарики Властям приходится срочно издавать запрет на модные безделушки Потому что они то и дело улетают, приземляются где ни попадя и часто взрываются Боятся пожара Но короля заинтересовал полет дымного гиганта, работающего на соломе и шерсти Кажется, что именно он может поднять в небо первого человека Водород начинает терять шансы на победу Удивительно, как эта борьба перекликается с событиями эпохи по-настоящему космической гонки Февраль 1971 года Холодная война полыхает вьетнамской в бойне В Советском Союзе Брежнев и партия запускают уже девятую пятилетку Отцы тяжелого рока Лед Зеппелин выпускает самый успешный свой альбом А на Луну садится модуль миссии Аполлон-14 Астронавты берут пробы грунта, ставят оборудование для измерения экспериментов И пора возвращаться на борт модуля Но командир экипажа Алан Шепард что-то достает из кармашка Склоняется над поверхностью Луны, выпрямляется И нечто сверкает металлом в его руках Следом взвивается лунная пыль И едва ли можно заметить, как от него прочь летит белоснежный мячик для гольфа Шепард предложил шутливую идею еще на Земле Сыграть в гольф там, на Луне Директор НАСА запретил, но астронавт спрятал мячик в носке и провез контрабандой Вместо клюшки использовал трость для забора образцов грунта Так вот, полеты на Луну стали возможны, потому что Вторая и третья ступень ракеты, которая доставляла туда людей Была заправлена смесью жидким водородом По тем временам ультрасовременные топлива Которые изначально разрабатывали для боевых самолетов Но потом поняли, что слишком дорого и сложно А вот для космоса самый раз Историческая ирония в том, что первая ступень, та, что позволяет для начала выбраться с планеты Работала на керосине И это символично Чтобы оторваться от Земли, мы, как и братья Монгольфье, сжигаем то, что некогда было живым Они солома и шерсть, а мы керосин из добытой нефти А чтобы подобраться ближе к звездам, используем главное топливо звезд Он же позволяет нам оставаться на связи с первым в истории космическим аппаратом Который отправился в межзвездное путешествие Voyager 1 Тот самый, на борту которого знаменитая золотая пластина С посланием для всевозможных внеземных цивилизаций У Voyager 16 маленьких двигателей для маневров Которые работают на смеси с жидким водородом И все они нужны, чтобы зонд своей антенной всегда оставался нацелен на Землю И мог передавать данные даже спустя 40 с лишним лет после запуска Находясь в десятках миллиардов километров от нас И это все было невозможно себе вообразить в те времена Когда судьба исследований водорода, как и любых других, зависела от воли монарха А возможность полететь в космос от нашей способности понять, как на самом деле горят вещи Ведь тогда люди, как бы это странно сегодня ни звучало, не понимали, как на самом деле горят вещи Вниманием и воображением французского короля завладели братья-магнаты с их огромным шаром А не повелитель водорода Шарль Братья-монгольфи обещают запустить людей А их дымный гигант внушает должное доверие для такого прожекта К шару крепят корзину, в ней полетят первые пассажиры Баран, петух и утка Белка, стрелка и хэм той эпохи Никто тогда не знает, что будет с живым существом на большой высоте Утка в этой компании что-то вроде контрольной группы И главное, никто не понимает, какой же газ используют братья Но самое смешное, что не понимают и братья-магнаты О чем они, не будь дураки, молчат Это случилось 19 сентября того же года в Версале, резиденции короля Приехала вся знать Парижа Шар с корзиной и первыми аэронавтами взлетел высоко и плавно приземлился Пострадал только петух, его побил копытами нервный баран Для братьев же это была грандиозная победа, историческая Кто бы мог подумать, что можно заставить короля восхищаться видом барана, петуха и утки Пользуясь поддержкой короля, братья запустили в небо первого человека А ученый Шарль со своим улучшенным водородным шаром и генератором водорода Отставал от них во всем лишь на пару недель Вот буквально, если посмотреть на даты запусков И с полетом человека тоже всего пару недель отставания Из-за чего Шарль навсегда останется в безвестности Забытым в тени братьев-магнатов Это должно было означать окончательную победу шаров на горячем воздухе Но у водорода появились влиятельные покровители И заискрили придворные интриги Знал бы тогда кто-нибудь, что эта борьба в конце концов Откроет нам глаза на устройство Вселенной Ведь это только на первый взгляд борьба шла вокруг технического вопроса Чем наполнять воздушные шары На самом деле решалась судьба наших с вами представлений о мире Когда вы смотрите на такую привычную большую медведицу Вы не замечаете, это небольшое пятно Оно видно только в самые мощные телескопы обсерватории на Земле и в космосе Это самая далекая и старая галактика, известная на сегодня человечеству Здесь ей всего около 400 миллионов лет от начала всего большого взрыва Те, кто интересуется современной наукой, хоть немного знают, что чем дальше мы в космос смотрим Тем более глубокое прошлое мы видим Но если сделать еще более мощные и совершенные телескопы Сможем ли мы разглядеть и начало начал, большой взрыв Перематывая назад эту пленку истории Вселенной Мы увидим все больше света Возможно, даже первые дни галактики, а отдельные звезды Но дальше мы натолкнемся на непроницаемую тьму Словно ничего не было Этот период в современной космологии называют темными веками И во Вселенной стало светло лишь с появлением водорода Дело в том, что первые 380 тысяч лет своей жизни Вселенная была раскаленной Океаном плазмы, свободных ядер и электронов Которые никак не могли сцепиться из-за высокой температуры Они сталкивались и разлетались и так бесконечно Сквозь этот суп не могли пройти фотоны Пока Вселенная достаточно не остыла Только тогда появляются первые стабильные атомы Из которых будет состоять все В том числе мы с вами И эти первые атомы — атомы водорода — самые простые и легкие из возможных Только тогда Вселенная становится прозрачной И свет начинает путешествие по Вселенной Вот почему мы не сможем увидеть большой взрыв Даже в самые мощные и современные телескопы Водород же продолжал собираться в скоплениях Из них начинают образовываться первые звезды и галактики Звезды — это сгустки водорода, внутри которых так сильно гравитационное сжатие Что происходит реакция термоядерная Освобождается огромная энергия, а легкий водород превращается в более тяжелый гелий Не случайно он вторым идет в таблице Менделеева Понимание именно этих механизмов На деле они намного сложнее, чем я описал Позволит нам создать самое разрушительное в истории оружие Водородную термоядерную царь-бомбу Или, как ее называли неофициально, Кузькину мать Восемь метров в длину и около двух метров в поперечнике Она своим взрывом на обледенелом и пустынном архипелаге в Арктике Заставит содрогнуться планету трижды И это не метафора Сейсмическая волна трижды обойдет Землю Вспышкой последующей свечения, несмотря на сплошную облачность Были видны в радиусе до тысячи километров В это время американцы начинают разрабатывать план бомбардировки водородными бомбами Луны Такое же бессмысленное шоу для запугивания противника, как и взрыв-царь-бомбы Но проект вовремя сворачивают и кладут на дальнюю полку Обошлось Принципы, по которым горят звезды и взрываются водородные бомбы Сегодня может понять и школьник Ну, в самых общих чертах Но тогда, в эпоху королей и первых полетов Самые образованные и прогрессивные люди своего времени Видели и объясняли мир совсем не так, как мы сегодня Вот почему одному гению помогла гонка водородных и дымных шаров Навсегда изменить наше представление о мире Когда провинциальные братья-самоучки На своем примитивном дымящемся шаре стали рок-звездами Больше всех встревожились члены Парижской академии наук Вовсе не ученые зачаровали полетами основателя и патрона академии Короля И хуже того, теперь лучшему мам придется плясать вокруг новомодной игрушки ее создателей Какой позор! А реальная наука будет отброшена на обочину Так они говорили, и в этом были уверены И действительно, король ждет, что академия прямо сейчас займется воздухоплаванием Академики одной рукой публично тепло принимают братьев в Монгольфье с их дымным шаром А другой готовят партизанщину Они без лишнего шума поддерживают альтернативу исследований и разработки, связанные с водородом Официально для развития воздухоплавания Неофициально Чтобы показать, что такое настоящая наука И как ей нужна академия И академики Они считают, что водород это важнее, чем сувениры, расположение короля и овации в газетах Вот только ирония момента состояла в том, что вся наука тогда создавалась самоучками И их понимание природы было, как бы сказать, алхимическим Поэтому водород не мыслился чем-то отдельным Он понимался как разновидность воздуха Отсюда и название этих лет Горючий воздух Самые образованные и прогрессивные люди того времени считали, что все вещества состоят из четырех базовых элементов Земли, воды, воздуха и огня Считалось, что их можно превращать один в другой Поэтому их предшественники, алхимики, так упорно пытались получить философский камень Некое вещество, не обязательно камень Способное превращать любой неблагородный металл в золото В этих поисках они проводили множество экспериментов Именно алхимики первыми смогли выделить водород, поливая металлы кислотами Но они не поняли, что получили Потому что тот не вписывался в их картину мира Они же породили главный на момент гонки шаров учение о химических процессах Учение о флагистоне Считалось, что это некая сверхтонкая субстанция, которая есть во всем, что способна гореть И при горении она высвобождается Но это же бред Это никак, ну никак не вязалось с наблюдениями, которые сделал Моцарт науки тех лет Антуан Лоран Лавуазье Он смешивал обычный и горючий воздух и поджигал искрой Кстати, ровно то же самое спустя полтора века произошло в оболочке дирижабля Гинденбург И каждый раз после огненной вспышки на стенках сосуда оставались капли воды Лавуазье подумал Похоже, она получилась из каких-то более базовых элементов И если кому сейчас это рассказать, то его сочтут безумцем или шутником Молодой ученый это понимал Ведь все знают, что вода и есть один из базовых, неделимый на составные части элементов природы Но что, если попытаться разложить воду на компоненты? Тогда никто не сможет оспорить факт И это прикончит теорию флагистона Учение о базовых элементах И навсегда изменит научную картину мира Антуан Лоран Лавуазье по образованию юрист По профессии чиновник А по призванию ученый получает такой шанс с началом шаромании Лавуазье назначает специальную комиссию Чтобы найти более дешевый способ производства горючего воздуха То есть водорода для шаров Теперь его исследования имеют государственную важность А за результатами следит вся Академия наук Франции И он решает задачу Ведь над ней он бился задолго до того Уже больше десяти лет И только сейчас оказалось нужно не только ему 8 мая 1794 года Король Франции Свергмонт Со всех сторон соседней монархии пытается отхватить себе кусок новой республики Любимица монарха Академия наук распущена новыми революционными властями А Лавуазье поднимается на эшафот с бильотиной Ирония судьбы – это изобретение его бывшего коллеги по Академии Жозефа Гильотена Вместо палачей с топорами и топорных убийств Быстрые и эффективные казни Прогрессивно и гуманно На другую поддержку от сообщества ученых Лавуазье рассчитывать не приходится Никто не рискнул заступиться за опального гения Его осудили якобы за финансовые махинации И тут до сих пор много споров, которые уже не имеют значения для будущего науки и технологий Не спасло Лавуазье и то, что он помог организовать первые в стране воздушные войска Столь необходимые новой власти в борьбе с оккупантами Первые водородные шары для координации боя и устрашения противника Поднимутся в битве при Флюрусе Всего через полтора месяца после казни ученого И ту битву французы выиграют Появятся новые методы получения водорода, более дешевые Но все они будут строиться уже на новых научных принципах Заложенных Лавуазье и его предшественниками Так водород станет стандартным воздухоплаванием Который просуществует до конца эпохи дирижаблей Катастрофы Гинденбурга Но почему создатели самого большого дирижабля в истории Наполняли его водородом Хотя уже тогда была известна безопасная замена На самом деле они пытались совершить революцию Следующим в таблице Менделеева после водорода идет гелий Совсем не горючий, но заметно тяжелее водорода Именно поэтому требовалось сделать оболочку намного больше Рекордно большой Чтобы она на гелии потянула весь необходимый вес Как и дымный шар гелий вынуждался в большем объеме, чем водородный Так что на борту Гинденбурга можно было устроить и комнату для курения И устроили это сегодня курилки-загоны А тогда место престижного отдыха для солидных господ В ресторане даже поставили фортепиано из алюминия, обитая свиной шкурой Она смягчала металлический звук инструмента Но пока строили Гинденбург, случился коллапс Единственная страна, которая владела запасами гелия, США Запретила экспорт газа куда-либо за пределы страны Так американские военные хотели получить преимущество в дирижаблях Ведь немцы в этой технологии доминировали еще в Первой мировой войне Бомбили британцев и союзников и, главное, наводили ужас на людей Совсем как в первых битвах французов с участием водородных шаров В отличие от прадедов, бесшумные гиганты были управляемы и не зависели от ветра Куда бы ни дул, они летят куда им надо Так они появлялись над Лондоном ночью, словно из ниоткуда Зенитные снаряды, выпущенные по ним, не долетали Аэропланы просто не успевали выйти на ту же высоту И теряли противника в ночном небе Напомню, это была Первая мировая Но если удавалось удачным выстрелом хотя бы задеть оболочку дирижабля То получался факел из горящего водорода во все небо Вот почему негорючий гелий давал бы преимущество США И почему они отказывались продавать безопасный газ иностранцам даже для гражданских дирижаблей Так что немцам, создателям Гинденбурга оставалось выбрать Или водород, или закрытие проекта убытки и разорения Выбрали водород, подписав приговор всей эпохи дирижаблей Но напоследок подарили нацистам и лично Гитлеру символ возрождения страны и величия Третьего Рейха Самый большой в истории воздушный корабль Символично, что они все погибнут в огне Дирижабли, величие, Рейх и Гитлер Именно этот дирижабль открывает Олимпийские игры 1936 года в Берлине Единственные, где свастика наравне с флагами других государств И те самые, где афроамериканцы выигрывают у чистокровных арийцев полтора десятка золотых медалей Чем приведут в бешенство фюрера Гениальный провидец Жюль Верн за полвека до этого момента предскажет появление немца Который будет считать один народ выше другого Будет полагаться на военные технологии для укрепления своей власти И бросит огромные силы на создание оружия массового поражения Все это Верн опишет в романе «500 миллионов бегумы» в 1870 году А уже в следующей книге, которую запомнят лучше «Таинственный остров» Он увидит и светлое будущее и напишет «Вода станет топливом будущего» Это пророчество, которое мы по-настоящему можем понять только сегодня Это старейший из сохранившихся до наших дней догеротип Фотография, сделанная на покрытой серебром пластине 1837 год В России тогда открывается первая железная дорога А Дантес убивает на дуэли Пушкина Королева Виктория восходит на британский трон А ее подданный судья и сэр Уильям Роберт Гроуф Открывает, как превратить воду в топливо И затем создает первый в мире топливный элемент Коробка, в которую подаются водород и кислород Они соединяются, образуется вода и выделяется электричество Вода впервые может стать топливом Понадобится больше 100 лет, чтобы развить технологию до уровня, когда батареи из таких ячейк на водородном топливе решат использовать на космических кораблях Водород питал не только вторую и третью ступени ракет программы Аполлона, но и давал с помощью более совершенных топливных ячеек электричество на борту модуля, который работал на Луне Этой же технологией занялись наследники инженеров, строивших двигатели для цепелинов, конструкторы Daimler-Benz Их предшественники создавали моторы на керосине, а их потомки в начале 21 века включаются в гонку за создание первых массовых автомобилей на водородном топливе Удивительно, как иногда все переплетается в истории, хотя разные события отделяются друг от друга десятилетиями Это все плоды химической революции, которую совершил Лавуазье, пользуясь первой космической гонкой, шароманией и удачей Так мы смогли подойти к тому, чтобы увидеть мир, состоящим из отдельных элементов Научились измерять вещества, смогли систематизировать их по их химическим свойствам и начали находить их новые возможности или даже предсказывать их Если вам интересно узнать больше о том, как отдельные химические элементы определяют развитие целых технологий, как и почему сдерживают или наоборот ускоряют Посмотрите бесплатный курс на образовательном портале edunano.ru Я тот, кого меньше всего можно заподозрить в любви к химии, но работая над этим проектом, я открыл для себя целый мир, к сожалению, забытый со школы Попробуйте посмотреть, этот курс будет понятен и тем, кто прогуливал уроки химии, как я, например Ссылку я оставил для вас в описании под роликом С вами был Влад Гончарук, это Сайван, до встречи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok